Здравствуйте! Приглашаем вас на старт дистанции. Спортивный махабик Череповца начинает раскручиваться. Спортивные команды города вышли из отпусков. И жара тренировкам не помеха. Вот и мы выбрались на свежий воздух. Сегодня в программе. Как отдохнули волейболистки. Мы соскучились уже тоже по Череповцу. Новобранцы хоккейной Северстали. Именно сложно сказать, буду я любимцем публики или не буду я им. Что ждать от хоккеистов в новом сезоне? В первую очередь надо выполнить задачу, которую не удалось нам выполнить в том году. Начинаем отсюда, с городского пляжа. Здесь подготовку к новому сезону начали волейболистки-северянки. Причем сразу обеих команд. Основной и молодежной. Первая готовится к выступлению высшей лиги А, а вторая к дебюту высшей лиги Б. Времени отдохнуть у волейболистов было предостаточно. Теперь пришло время для тяжелой работы. Настроение позитивное. Уже отдохнули. Набрались сил, скажем так, для подготовки. Хотим завоевывать хорошие места, высокие. Поэтому боевое, рабочее, позитивное. У Чеховеша команда подобралась. Все друг друга знаем давно. Мы рады, что приехали сюда. Мы соскучились уже тоже по Череповцу. Впрочем, многие девушки начали готовиться к сезону самостоятельно, еще находясь на отдыхе. Самостоятельная работа всегда идет у нас, потому что мы, как профессионалы, должны поддерживать себя в хорошей физической форме все лето. А в отпуске, ну, ездим отдыхать. Естественно, отдыхать кто куда. И на море, на пляж, на солнце. Вдохнуть от тренировок. Ну, может быть, кто-то там за город ездит на дачу. Ну, играем в лейбол, пляжный, естественно, в свое удовольствие. Настроение, как всегда, хорошее. Погода в Череповце хорошая. Значит, первые тренировки будем чаще на пляж выходить, если погода такая же будет. На песочке. Напомним, что в прошлом сезоне Северянка завоевала бронзовые медали чемпионата Выше Лия. В межсезонье удалось сохранить костяк команды. Главная из потерь – самая результативная нападающая клуба Юлия Бессонная. Юлия Бессонная не продлили контракт. То есть, ну, обоюдно, в принципе, я думаю, вот у нее были предложения и Суперлиги. В связи с тем, что некоторые команды Суперлиги закрылись, снялись. То есть, я так понял, что она устроилась в Красноярске. Вот, ну, это, так скажем, основная. Пришедшие в команду ново-бранцы должны компенсировать эту потерю. Пришли игроки с опытом выступления в Суперлиге и Высшей Лиге А. По составу нынешняя Северенко ничуть не слабее, чем была. Усиление у нас. Посмотрим, насколько оно будет серьезно, не серьезно. Девочки в аренду приехали из Краснодара. То есть, надеюсь, перспективные, хорошие игроки, которых мы знаем по играм. И в Суперлиге и Высшей Лиге. Это Ходунова, Кожухова, Гурьянова приехала, Немцева. То есть, это все игроки с хорошим именем Высшей Лиги. И даже некоторые играли в Суперлиге достаточно успешно. Сейчас равный состав, равная команда. Абсолютно равные игроки. Будет борьба за место в составе. И конкуренция у нас очень высокая. Поэтому я считаю, что в этом году посильнее еще команда, чем Светлана Тома. Подобрался, я надеюсь, неплохой коллектив. Не хуже, надеюсь, чем в прошлом году. В прошлом году была очень хорошая команда, по моему мнению. И надеюсь, будем решать самые высокие задачи в этом сезоне. Между тем, конкуренция в новом чемпионате ожидается жесткая. Я думаю, в этом году будет еще сильнее чемпионат. Потому что, если мы говорили о пяти командах в прошлом году, шести, то сейчас семь команд примерно одинакового уровня. В связи с тем, что, опять же, три команды в Суперлиге закрылась. И много игроков на рынке появилось, которые укрепили именно команды высшей лиги. И многие команды ставят очень серьезные задачи по выходу именно в Суперлигу. А вот для молодых волейболистов клуба новый сезон станет дебютом высшей лиги Б. Сегодня у нас первый день. Втягивающая неделя такая довольно-таки будет. Через две недели мы уезжаем на базу. Это база «Сосновка» в области Чаповецком районе расположена. Где, в принципе, мы продолжим свою подготовку. Там же больше будет непосредственно волейбола. Сейчас «Северянка-2» тренируется рядом с главной командой. Составят только молодые воспитанницы Череповецкой школы Олимпийского резерва. Изменений абсолютно никаких нет практически. То есть все те же девочки практически остались у нас. В этом году молодым череповщанкам предстоит сыграть уже в серьезной взрослой компании. Это психологический настрой, естественно. Там совершенно другой соперник, другие команды. Все уже по-серьезному. Любопытно, что в рамках чемпионата Захару Пилипенко придется сыграть и против команды его отца Владимира Пилипенко, который долгое время работал в череповце. Конечно, готовимся. Думал об этом. Ну, как к серьезному сопернику на самом деле. Как-то с ним уже обменивались, значит. Да, немножко обменивались, посмеялись, пошутились. Победительнейший, я думаю. Обе череповецкие команды будут сначала тренироваться в городе. А далее «Северянка» отправится на южный сбор. Мы едем в Крым, в Алушту после двухнедельного сбора здесь, в Череповце. Потом небольшая пауза. Опять мы в Череповце работаем. Приглашены на турнир в Обнинск. После турнира поедем на сбор в Белоруссию. Надеемся, что базы будут неплохие. Алуштинскую базу мы знаем. Надеемся, что опять же политическая ситуация не повлияет ни на что. Добавим, что новый сезон выше Лигиа стартует в первых числах октября. Череповец – город Хоккейный. Вот и на пляже появилась хоккейная коробка. Да и хоккеисты сейчас на побережье. Но не здесь, не в наших сне, а на Черноморском, в Сочи. Там команда готовится к началу нового сезона. А перед отъездом на Черное море хоккеисты успели представить своих новобранцев и провести первые занятия на Череповецкой земле. Хоккейный клуб «Северсталь» представил общественности своих новичков. Состав команды практически сформирован. Какие задачи сможет решать эта команда? Ответ на этот вопрос пока не спешат давать и тренеры клуба. Презентация новичков «Северсталь» состоялась за день до официального выхода команды из отпуска. Познакомиться с новичками приехал и Сергей Торопов, генеральный директор дивизиона «Северсталь» «Российская сталь», который намекнул о вероятной задаче на сезон. В этом году комбинату 59 лет, но в следующем 60. Сами понимаете, что самым лучшим подарком на день «Металлурга» будет не только выход с первого круга плей-офф, но и, возможно, борьба дальше за новые горизонты. На данный момент «Северсталь» 12 новичков. Свои игровые свитера получили Роман Смирягин, Сергей Могорилов, Александр Урбом, Адам Альмквист, Андрей Шефер, Павел Лукин, Захар Арзамасов, Илья Николенко, Марек Квапил, Дэвид Ульстрем, Эдуард Гематов и Дмитрий Кагарлицкий. Таким образом, иностранный легион пополнили три шведа и чех. А главной новостью для многих болельщиков стало возвращение в Череповец местного воспитанника, чемпиона мира сведе юниоров Дмитрия Кагарлицкого, который прошлый сезон провел в Донбассе. Мне кажется, когда начинаешь хоккейный путь, есть мечта такая, ну смотришь же, приходим с детства, с самого раннего детства приходили смотреть на хоккей, на ребят, как выигрывали здесь, серебро. Конечно, очень хотелось попасть в эту команду, к этому все стремились, но так получилось, что в течение обстоятельств увезли меня в Москву. Ну, очень здорово, что я вернулся, очень приятно будет поиграть дома, конечно, посмотреть при родных болельщиках. Дмитрий – игрок нестандартный, который быстро становится заметной фигурой для болельщиков. Возможно, так будет и в Череповце. И мне сложно сказать, буду я любимцем публики или не буду я им, но я, конечно, буду стараться делать все для команды, и очень хочется примерить на себя роль именно лидера. Для этого, наверное, мы рассматривали этот вариант, что очень хочется именно себя, ну, попробовать, по крайней мере, попробовать повести за собой команду, и там все вместе, разумеется. Еще один игрок, приезд которого многих удивил, шведский защитник Адам Альмквист, обладатель Кубка Колдера, главного трофея второй по силе Североамериканской лиги, не смог договориться о контракте с клубом NHL Detroit Red Wings и отправился в Европу доказывать всем, чего он стоит на самом деле. Выбрал для продолжения карьеры KHL, потому что это вторая по значимости лига в мире. Я решил, что здесь буду больше развиваться как игрок и играть большую роль в команде. Буду стараться помогать команде тем, что я умею делать очень хорошо. Играть в обороне, сбивать голы, играть в большинстве и снабжать пасами нападающих. Я разговаривал с ребятами, которые играли здесь, в Череповце, в том числе с Николасом Андерсоном. Все рассказывали о клубе только хорошее. Это и повлияло на мой выбор. Произошли изменения и на тренерском мостике Северстали. Главным тренером назначен Николай Соловьев. Мы слышали, что Сергей Сергеевич сказал, что будет на следующий год 50 лет комбинату. Я думаю, что это такая знаменательная дата. Поэтому мы сделаем и постараемся, чтобы ребята нас поняли, решали бы серьезные задачи. Вот это самое главное. Но я думаю, что в этом году состав интересный, есть опытные игроки. Я не буду перечислять и с хорошей школой, и с хорошим возрастом. Поэтому я думаю, что должны порадовать в этом году болельщиков. Пополнил в тренерский штаб также известный в прошлом хоккеист двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук. Его основной задачей будет работа с защитниками. Это мой первый опыт такой работы с командами КХЛ. Ощущения самые, что у меня есть, позитивные, положительные. Это тем, чем я занимался всю свою жизнь. Играл в хоккей. И настало время, как говорится, делиться опытом. Передавать свой опыт игры молодежи. Учить, подсказывать, направлять. Так что полон желания. 12 июля хоккеисты Северстали приступили к тренировкам. В полном составе команда вышла на пробежку, а затем отправилась в тренажерный зал. В этом году план подготовки к сезону несколько скорректирован. Если в последние годы втягивающий сбор проходил в Череповце, то сейчас команда отправилась в постолимпийский Сочи. Теперь там есть все условия для тренировочной работы. Там были созданы все условия. Туда выезжали наши люди, проверили и гостиницы, и спортивные площадки, и ледовый дворец. Поэтому решили туда съездить на первый сбор. Оправдает это или не оправдает, я не могу сейчас сказать. Но мы надеемся, что все будет так, как мы хотим. Итак, в команде 12 новобранцев. Они уже начали вливаться в коллектив. Самый именитый среди них – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Марик Квапел, который в паузе между подходами к штанге объяснил выбор клуба. Для меня нет никакого значения, в каком клубе играть. Главное, чтобы все работали на победу. Мы будем очень стараться биться в каждом матче. Надеюсь, что и в Северстале будет неплохой сезон. Марик также сказал, что надеется стать лидером команды. Очень надеюсь, что буду лидером. Для этого сюда и приехал. Надеюсь, что не разочарую тех болельщиков, которые в меня верят. Впрочем, в своих позиции не собираются уступать и лидеры прошлогоднего состава. Например, Вадим Бердников, который заканчивал чемпионат в качестве капитана Северстали. Мне кажется, всегда тяжело подниматься и потом удержать эту планку еще тяжелее. Опять же, повторюсь, хорошие ребята пришли и надеюсь, что мы будем без ярко выраженных каких-то лидеров или звезд единым кулаком и будем все вместе друг за другом. У самого Вадима настроение хорошее и большое желание улучшить результат команды. В первую очередь надо выполнить задачу, которую не удалось нам выполнить в том году. Дальше будет видно. Посмотрим. Еще одним лидером Северстали в минувшем сезоне был Николай Бушуев, но его возвращение в строй после травмы пока откладывается. Ну, мы надеемся. Вы знаете, генеральный менеджер тесно с ним поддерживает этот контакт врачи. Насколько я знаю, Николай, тем более он мой тезка, земляк, он во вторник должен, по-моему, очередную операцию перенести. Поэтому мы очень надеемся, что у него все будет благополучно, потому что это нужный игрок и, как бы сказать вам, лидер. Это не только мое мнение, это мнение Игоря Синоновича. Я думаю, что и болельщики с этим согласятся, что он был лидером. Сейчас хоккеисты уже в Сочи. Сбор на Черноморском побережье продлится до 23 июля. На него отправились 35 игроков. Три вратаря, 14 защитников и 18 нападающих, среди которых и несколько игроков молодежной команды «Алмаз». Далее будет сбор в Финляндии, где Северсталь сыграет и первые контрольные матчи против СКА и «Атланта». Первый раз в Череповце команду можно будет увидеть 21 августа в игре с локомотивом. Это все о спорте на сегодня. Впереди спортивный праздник металлургов, но о нем расскажем уже в нашей следующей программе. До встречи через неделю и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова